Так, Яна говорит, у жениха родители в разводе. У обоих семьи, так, семьи давно, дети есть в новых семьях. Муж матери сказал, что считает, ему идти не нужно, так как будет отец. А с женой отца у жениха плохие отношения. Как писать приглашение? Ух, слушайте, вообще вот этот момент относительно приглашения близких людей, это всегда очень сложно, особенно когда возникают такие ситуации, когда у мамы одна семья, у папы другая семья. Вы знаете, у нас была такая история, как раз таки я сама лично столкнулась с такой историей, когда побывала на одной из таких свадеб, где у мамы была давно другая семья, у папы давно другая, там, своя семья, и они не общались, у них были крайне напряженные отношения, но при всем при этом невеста, будучи очень мудрым, пожалуй, наверное, человеком, она пригласила, разумеется, и эту семью, и ту семью. И главный аргумент для нее был такой, что вне зависимости от ваших взаимоотношений, вы для меня близкие люди, мне бы очень хотелось, чтобы вы были со мной в такой важный день. Потому что, ну, ваши взаимоотношения пускай останутся там за пределами, да, моего мероприятия, но все-таки вот в этот день вы были со мной. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Что вы думаете, они пришли, и та семья пришла, и вторая семья пришла, первая там часть какой-то там, манкет, они не общались, они абсолютно там никак не соприкасались, но закончилось мероприятие тем, что они уже сидели за общим столом, они разговаривали, забыли все старые обиды, и, скажу больше, после мероприятия они разъехались, они поехали в гости к папе, по-моему, и продолжили уже мероприятие у папы. И для невесты, конечно, это было очень удивительно, она мне рассказывала, говорит, ты представляешь, они вот поехали туда, все вместе общались, и как будто бы ничего и не было, как будто они... Боже, это так здорово, что я пригласила всех, и что, возможно, благодаря моему этому мероприятию удалось соединить две семьи, поэтому я думаю, что вам нужно, в любом случае, быть мудрее, и вне зависимости от обстоятельств пригласить всех, и главным аргументом, как раз-таки, выдвинуть тот аргумент, который выдвинула невеста, что мне все равно, да, на ваше взаимоотношение, я вас люблю, и того, и другого, и мне очень хочется, чтобы вы были со мной.